МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующий докладчик Яброва Томила Иосифовна, кандидат экономических наук, главный редактор международного теоретического и общественно-политического журнала «Марксизм и современность». Так, то у нас конференция международная. Да, получились. Пока в мире регламента пару слов, можно сказать? Да, пожалуйста. Дорогие товарищи, я и моя коллега, члены организации Союза Украины и члены Рабочего фронта Донбасса. Я в этом качестве представляю вас. Я в каждую рабочую группу, работающую РКРК на Донбассе. Вот просим, чтобы нас не очень афишировали. Но в Украину, чтобы наша информация не попала. Это первое, то лифт. Мы народ скромный. Мы не претендовали на участие в качестве докладчиков. Это Михаил Васильевич, как всегда, меня отправлен в активную работу. Мы хотели специально задержались после той линии августовской конференции. Посмотреть вас на деле. Я вас много слышала, но я бывала всегда на Ленинградской встрече, в Разливе. А вот РКРП и фонд рабочей академии, вот в этом качестве теоретическом, ну, только по материалам. Поэтому мы очень благодарны. Мы не только не жалеем, мы бы еще дольше посидели здесь, чтобы с вами вполне встретиться. Поэтому в этом отношении, простите, если я буду несколько фрагментарной, я не готова к специальному выступлению. Да, может быть, это не нужно. Я думаю, что кое о чем мы подумаем с вами вместе. Некоторые вопросы постараюсь его поставить в плане той темы, которую Михаил Васильевич мне определил в нашей частной беседе. О противоречиях советов, да? Да, да. Но пока, прежде всего, поскольку ваша сегодняшняя конференция, наша, скажем, конференция, посвящена прежде всего значению Великой Октябрьской встречи с ее огромным влиянием на мировые процессы, позвольте вернуться к этой теме. В значительной мере, мне кажется, что в нашей пропаганде, в теоретической работе мы несколько увлеклись самокритикой и больше, говорю, вот я знаю, в РФРП, в докладах, которые там были, прежде всего начали. Ну, значение понятно, но давайте начнем. Если сосредоточимся на наш... Ну, правильный рецепт Ленина, помню, сосредоточимся на наших недостатках, на решенных вопросах. Но мы забываем, что Великой Октябрь и его значение необходимо понимать не только для внутрипартийной работы и критики наших недостатков, но это событие всемирной встречи для всех народов, не только коммунистов, но всех народов, находящихся на разном уровне сознания, своих интересов, развития и так далее. Поэтому для меня, например, очень призывно звучат слова Горького, который говорил, что надо в Октябрьской эволюции искать не пепел, а пламя. Героический дух, который мобилизует, поднимает народа на борьбу и дает пример этой борьбы, прежде всего. Во-вторых, вспомните Джона Вида. «Десять дней, которые потрясли мир». Значит, мы мало говорим о том, что потрясли мир с точки зрения Великого Октября и почему это всемирное историческое значение. Поскольку у Ленина мало, только два слова. Вот в журнале, в последнем номере, будем готовить еще и самые последние к ноябрьским дням с вашей помощью, с вашими материалами. Обратите внимание на обложку. Это самодеятельность рабочих. Стихи о диктатуре правитаря, вот этой страничке, и стихи о рабочих Донбассе, которые поднимут знамя Ленина в своих рабочих руках. Так о чем идет речь? У Ленина там же, помните, уступление? Лозунг какой? На многих съездах партии большевиков. Чем заканчивались призывы? Да здравствует мировая пролетарская революция. Вот о мировом характере социалистической революции мы мало говорим. Это действительно революция потрясла мир. Почему потрясла мир? Да потому что миру капитализма всеобщему, всеохватывающему миру капитала впервые был нанесен сокрушительный удар. Мир раскололся на две системы. Одна из них была единственной со мной представлена, но она перестала уже быть всеохватывающей. Капитализм на деле показал, что не вечен. И уже этот факт вселил души рабочего класса, его наиболее передовой части, те, кто бы организовывался в партии рабочего класса, уверены в том, что надо идти дальше в все мире, что капитализм может сокрушить. А мы с вами знаем, что до последнего времени, и сегодня еще звучат со стороны буржуизии, да и некоторых оппортунистов, и у нас на территории России и Украины, что конец истории наступил. Капитализм доказал, что он вечен, что социализм не вечен, он себя не оправдал. Даже я вам скажу, у вас я получил информацию от моих товарищей из Ленинграда, о том, что у вас проходил тот круглый стол, который организовал, я думал, что Чабрамсон здесь будет в войне, докладчик. Нету его, к сожалению. Думал, с ним побеседовать подробно. И мой старый знакомый, и друг в руках, мы с ним вместе входили в руководство, заместительный был марксистской платформой КПС в свое время, когда я там на чай был, некто, это самое, Бузгалин, один из претендующих на те, из-за марксизма. Были организаторы у вас круглого стола. И чем же кончилось, насколько в интернете нет этого материала, но товарищ из нашей партии, который так был, давал информацию письменно, я ее прочитала. К сожалению, я не назвала фамилией Бузгалин, потому что нет в интернете, у меня нет первоисточника. Но со слов присутствующих, напомню вам, что сказал господин Бузгалин, завершая, причем дифферамбы октября пелись, пелись, закончил тем, что авантюризм Ленина неизбежно был закончиться в 91-м году. Вы понимаете, позиция меньшевиков, не надо было браться за оружие, не надо было свергать капитализм, надо было идти меньшевистским путем, это я уже комментирую, то есть давать эволюционным путем, путем реформ, соглашений и так далее, иди сюда. То есть и сегодня вопрос о том, что октябрь доказал, что только таким образом мир капитализма может быть разрушен, и что это только начало мирового крушения капитализма, ибо теория социалистической революции включает в себя и такой аспект, как победа революции во всех или одновременно, или, возможно, победы победоносцев в одной стране. К сожалению, во многом мы часто забываем, что теория мировой революции это марсистская теория, основа, которой лежат разработаны были Марксом и Энгельсом, и затем Ленин, Сталином и так далее. Везде посмотрите, в партийных конференциях, в съездах о мировой революции. Вот здесь, в этом журнале, из-за рубежа, мне прислали брошюру Сталина, которая оказалась, что наш издатель, Косолапов, издает, вы знаете, труды, и при жизни Сталина 13-го, там этого материала нет, каким-то образом, в 25-м году, переизданное, первый раз, я не знаю, когда нарушение, информация нарушение, но сразу после октября, но не в полуобъеме. Тут есть брошюра, так мы называем, брошюра Сталина, на путях к октябрю. Я советую посмотреть, и сразу же говорю тем, кто приобретел журнал, что в интернете, скоро будет вариант интернетовский, поскольку брошюра объемная, поэтому мы дали только часть, наиболее интересную, та, которая не вошла, частично другие издания. Кое-какие материалы есть уже в этих самых собраниях, в сочинениях Сталина, это более такие мелкие, а вот три особенности октября мы тут полностью дали. Но вся работа, 200-х, будет в интернетовском варианте, когда вы будете смотреть, нажмете там в конце приложения, так, Елена Михайловна, и откроется полный текст, как и другие материалы, если там не указано приложение, объемные материалы, в том числе по Молодой Гвардии, 600 страниц, и другие материалы, может быть, даже вашей конференции полностью дадим, тоже в качестве предложения, а фрагментарно дадим уже текстурально. Так вот, и у Сталина здесь, специальный третий раздел, посвящен проблемам мировой революции, марксистско-генецкая теория и торцкийская перманентная революция. Нет на это времени, не говорит подробника, да я обращаюсь, что это очень важный аспект, чтобы было понимание того, что социалистическая революция, наша Великая Октября, это начало мировой пролетарской социалистической революции, и форпост развертывания революционных процессов в мире. В этом особенность понимания Ленин, в отличие от марксистско-генецких, в иных условиях, говорящих, что примерно одновременно должны свершиться революции, поведеносли, ибо Англия задавит, как самая промышленно развитая, то в условиях империализма, когда хищники империалистички берутся между собой за разделы передел мира, уже определенного, создают возможность в ослабленном звене, где остается ее противоречивая, прорвать цепь империализма. Но это не самоцерк, как говорит Сталин, это начало и развертывание мирового революционного процесса. Ибо капитализм, мировая система хозяйства, всемирная система хозяйства, была к концу 19 века, и победа революции социалистической, окончательная, может быть, только в условиях мирового социалистично-предоносного движения. Это один вопрос. Во-вторых, об этом не говорилось. А вот я хочу вам сказать, то есть обратите внимание на такой момент. Много говорилось о роли Совета и очень интересные вещи, мы до себя многое подчеркнули. Кое-что у меня в порядке вопросов останется, я их ниже скажу. А вот смотрите, на такой момент мы не обращаем внимания. Сейчас, одну секундочку. заложила ручку и вот она у меня где-то запала. Я сама для себя это сейчас открыла. Сейчас, сейчас, на 2-5 секунды. Вот это. Вот у тебя, как-то было, Сталинская работа. Смотрите, еще где-то есть. Сейчас вышли, вы знаете, труды вот эти вот, которые издаются, так называемые академические издания группой товарищей Багалетска-Салатова, но там молодежь их сделали, замечательные товарищи, добрались до хранения фонда президента работ Сталина. Сейчас вышел уже десятый, сейчас созвонила, вышел десятый том сочинения Сталина, вот будет предусловие, ну, тут у нас предусловие к 7-му, 8-му, 9-му. И насчет, чего говорят тут издатели, говорят много предусловий, есть и всем обращать на некоторые моменты. Каждое правительство убеждает нас о том, что его главный приоритет это народное благо. Кстати, мне же многие с легендарцией, мы говорили, очень многие увлечены Путиным сейчас, нас у нас это удивило. Вот как он, мы были вчера, в каком, Константинскому, красота не обессонивает. Действительно, все это сказано в основном при Путине, в Мерцинте. Но я спрашиваю, где заводы пароходов и вообще, где заводы? И товарищи многие забывают, видя, как украсил Саленград за последнее время, говорят, ну, это при Путине, вот хорошее дело, это говорят наши советские люди. То есть, ориентили несколько теряются. Так вот, как на этот счет товарищ издатель говорит, это вот о том, Сталина. Каждое правительство убеждает нас о том, что он, главный для него приоритет, народная блага. Любой министр скажет, что нужно, нужно людей и в состоянии, значит, его главная забота. А если не сложилось, то уже так не потерпите, друзья. Но есть очень простой критерий, который положено иметь в виду, когда мы говорим о работе любого парохода. Что в процессе этой напряженной работы приобрели руководители страны, так сказать, персонально для себя. персонально для себя. Так вот, что скажут, скажут, это несерьезно, меняются времена, меняются нынешние приоритеты и нынешние представления минимум бытовых удобств. Однако, нынешние руководители страны с негодованием кремят большевиков, что те якобы ставили задачу всем овладеть, поделить и так далее. Так вот, что характеризует руководителей большевиков первые годы в советской власти и позднее, но, к сожалению, не до конца. Что получили? Ну, что Ленин получил, будучи руководителем? СССРовской пули 54 года его не стало, надорванный колоссальнейшим напряженнейшим трудом, издуреннейшим трудом. Урицкий, Воровский, Павел Войков или Войников? Как правильно? Войков. Кто-то шел? Войков, да? Войков. Убитый из угла. Мы знаем судьбу Свердлову, мы знаем судьбу Фрункса и так далее. Кого вы не возьмете? Сталин, в конце концов. Что после него осталось лично в его собственности и так далее. Вот в образце пролетарской, коммунистической, большевистской морали и нравственности это тоже очень важный аспект. Очень важный аспект, когда мы говорим о том, почему авторитет большевиков так был велик в народных массах. Этот момент также надо повторять и говорить на не только большевиков, а трудящихся, рабочий класс России. Вспомните черные сухари, когда рабочие Питера и не только и Москвы посылали восставшим немецким рабочим черные сухари. Даже есть такая пояс небольшая черные сухари Драбкиной о том, что сами сидели на смужке хлеба и вот эти черные сухари, которые собирались, послали голодающим рабочим немецким рабочим воевавшим и так далее. То есть вот этот интернационализм, пролетарский на деле не только сочувствие, но и прямое участие в борьбе мирового пролетаря. Это тоже важнейший факт, это тоже элемент мировой революции и последний в этом плане. Вы знаете, мы долго говорим о значении великой победы в октябре, простите, в 45-м году над фашизмом. Тот огромный вклад, который несет наш народ, перечит русский дорог, победа над этой гидрофашизмом. Но мы забываем, что предвоенные годы, наш народ, все годы, когда строились основы социализма, переходный период и затем, когда к основу социализма пришли, это тоже был героизм. например, товарищи экономисты, такие цифры оказываются за годы войны мы в два раза произвели больше вооружений, чем в Германия со всеми своими сателлитами, хотя выплавляло Сталина в три раза больше с сателлитами и в пять раз больше добавляло угля. О чем шла речь? Группа А в первом подразделении, то есть производство средств, производство для обороны и в целом для производства средств преобладало. Конечно, исчемлялось производство предмета употребления, конечно, уровень жизни наших трудящихся мог быть более высокий с точки зрения набора качества потребительских благ, но самоотверженность нашего народа под руководством нашей партии и кстати социалистического государства. Я что-то ничего не усыхал о государстве, о коллективах слышу трудовых, о роли государства, о государственной собственности. Трудовое коллектив самый развитый, в состоянии решить проблемы общегосударственные. Многие считают так, что достаточно самоуправления, а вот государственная социалистическая собственность, как цементирующая интересы всех коллективов, преодолевающая тот самый коллективный эгоизм, который сохраняется или воспроизводится, особенно в годы перестройки, показал, что это, он показал, что без пролетарского государства, пока мы не добьемся перехода в полную коммунизму, строить социализм, невозможно, это тоже черта диктатуры пролетаря, необходимость, а у нас многие нападают, вся беда о том, бюрократизация это и есть государство, понимаете, не видят главную роль социалистичного пролетарского государства, конечно, страдало многими изъянами, это понятно, живые люди, время формировало, но, еще раз повторяю, без него, без общественной формы, государственной собственности, нельзя было основы социализма строить, нельзя было войну выиграть и нельзя было сцементировать общество пролетарское в единии кулак, но много вопросов хотел сказать о капитализме, два слова, товарищи, вот мы часто автоматически говорим и часто наша пропаганда не доходит до наших товарищей, которые не занимаются теоретическими вопросами, Ленин показал, что империзм в последней стадии в стадии крушения капитализма, загнивающий, паразитический и так далее, и даже, помните, был такой, загнивает, но как хорошо пахнет, но не так реагировали на это, но человек в чем все дело, да, загнивает, это противоречие, но он же и воспроизводит условия своего существования, посмотрите, с точки зрения технического прогресса, он паразитирует на общественные производительные суда, на техническом прогрессе, он создаёт челядь, 4 пятых из непроизводственного сектора, это занятые, это либо это их отряды самообороны, так называемые, ну, вооружённые их армии, монополии, не говоря уже об армии «Менеджеры», «юристы» в кавычках и так далее, и так далее, которые обслуживают их монополистический интерес, это вся та чель, и та же пресслуга рабочая, которая там их обслуживает, это все телаки и челяди, которые поставили такие условия, которые есть база для сохранения господства, социальной базы, а мелкое производство, а мелкие собственники, разве они, разыряясь, вроде бы и заботятся о путинской и другие западные государства тоже там сейчас обречены, позаботятся о мелких производителей, разы монополия их не разоряет, разоряет, но она их и воспроизводит, потому что без них она не может, даже в плане технического прогресса, то есть вопрос Гегеревский, «Единицы борьбе противоречия» мы всегда должны иметь в виду, то же самое к советам, вот перейду два слова, потому что я буду заканчивать, много вопросов, вот советы, слушаю с большим интересом, кстати, Донбассы на вас обижаются, я не знаю, почему так получилось в нашей историко-партийной литературе, но о том, что в пятом году на Донбассе раньше были созданы советы, чем Иваново-Зисенский, шахтерами, причем вооруженными отрядами рабочих, они сами ковали оружие, я почему-то сама искала, не нашла, вот я в этом журнале есть история пятого года, пятой седьмой революции, почитайте, очень интересно, почему-то еще, да потому что вот те самые пролетариями, с интересом слушала о пролетариях, металлистах, рабочих, и шахтеры, это тоже переводной отряд рабочего класса поставили такие условия тяжелейшие, на шахтере Донбасса 12 часов под контролем жандармерии, они имели право подняться на поверхность, буквально могли стрелять, такие вот, кто там работал, беднота пролетарии города и села из Курска, в Воронеже, в основном из российской губернии, беднота, украинские крестьяне в основном туда не шли, они занимались извозом, земля хороша была, прокормиться можно было, в основном там был именно люд из российских этих и кругов, и вот эти тяжелые условия спайка, риск все время, готовность работать в коллективе и так далее, сказали в том, что на Донбассе революция 5-7 и в 17-м году произошла, очень интересно, столько героизма, каких лидеров выдавил, Артем Сергеев, этот самый, забыл, не буду, сейчас, который в Госплане потом, наявлю фамилию, забыл, крупнейший на специалистах, Аршвилов, Каганович, совершенно, ну, и Сталин там, да знаете, о чем Сталин заботился, вот как в одном из первых журналах, я нашла этот материал, он писал, когда его направили на ВСОХ, обеспечить там работу шахтовосстановления, уже в советский период, он писал в СНК, нужны шнурки для того, чтобы обматывать эти анучи, потому что обуви не было, а шахтеры спускались, и надо было вот эти самые, как они, ну, портянки, что ли, анучи называли, значит, с Сталином доходил даже эта мысль, что нужно же пришлите, вот даже такой элемент производственной одежды и так далее, в общем, на Минсплаве и Донбасс интересен в том, что не случайно сегодня на Донбассе, в этих условиях, в которых я перехожу к теме Украины, наверное, вопросы такие будут, в основной теории пока с одной стороны нет, не случайно именно там, как сказал Порошенко, что самое главное, почему, главное, дословно, главная причина войны на Донбассе, это надо искоренить в умах там и в душах людей желание Советского Союза, социализма, советской сети. Когда мы там были, я была там в начале 14-го года, события, в 14-м году, товарищи, на подбитых танках, которые были забраны, в укропы этих армии, Порошенко, все вооружение было отобрано в этой армии тогда, еще и армия, она была слаба, и тогда небольшими отрядами, ополченцы, это те же рабочие, есть интеллигенция промышленная и так далее, они встали на защиту от фашизма, предлог был отказ от русского, запрет русского языка, и в целом фашистские все методы подавления, сопротивления этому перевороту, и они встали на защиту, это сейчас там уже армия в какой-то мере формируется по принципу в армии, и ополченцы всячески отодвигаются их интересами, но они все были под красными знаменами Советского Союза или знамени победы. Вы понимаете, вот, видимо, традиции пролетарской борьбы, организованности и самоотверженности и само пожертвования характерны вот для Донбасса. Поэтому, сейчас, сейчас, поэтому два слова-то еще, что я вам хочу сказать. Можно и больше, очень интересно. Ну, моя дорогая, ну, тема такая, видите, ушла, и что, мы дадим вам сразу в прениях еще 5 минут выступить. Прения буду? Да. Тогда вернусь к словету, что меня смущает. Да, вот, что вас смущает? Вот, скажу, вот, видите, это, и Стюркина мы продолжаем эти разговоры, я считаю, ну, вы же сторонники все-таки прежде всего не сторонники, а пропагандируйте, учите, трудящиеся, что без овладения всей историей и философией по Энгельсу, помните, нельзя правильно мыслить. И, прежде всего, Гегеревской диалектикой поставленной, конечно, только на ноги, с голой на ноги. То есть, Маркс, это уже прощение. Я больше диалектик по капиталу, я политэконом. Поэтому, в этом качестве, мне кажется, рабочим нашим надо, надо, помогать овладеть диалектикой главной сфере жизни общества в материальном производстве, показавший этот самый страшный снаряд, пущенный в голову буржуазия, а не идеализация того правления, которое дано от Бога по Гегеру, еще в этом духе. Так вот, я не отрицаю значение, конечно, прежде всего и обвиняющего вклада Гегера в диалектику, но на этом этапе, мне кажется, надо упор сделать на экономической теории марксизма и его диалектическом развитии. Так вот, что меня несколько смущает. Вот, спорили о производственном принципе. Я много еще для себя подчеркнула, но скажите мне, пожалуйста, я свидетель, как и вы, сам прихода, но в Совет, на переломом этапе, перестроечном, когда Советы, рабочие коллективы и Советы, ну, украинские, у нас сейчас называется Совет, у нас Рада, Рада это Советы, фашистские Советы, самый настоящий, сегодня у нас. А разве не, вот товарищ, который кто был у нас на конференции на августовской, видели, двое товарищей было с Донбасса. Один из них, который возглавляет сейчас коммунистическую организацию, он называется КРОЛ, коммунистическая организация Луганска, рабочих Луганской, КРОЛ, коммунистическая рабочая организация, коммунистическая рабочая организация Луганска, луганщины. Он был последним секторем парткома на одной из крупнейших шахт Луганская. Его буквально на тачках носили, потому что тогда шахтеры купились из-за пропаганды, из-за всех тех противоречий, которые им сюда пересуроки и оболвание у них, непонимание своего коренного интереса. И тогда, когда партия уже перестала быть коммунистической, они именно тупились на то, что это самое, польская, как это, не свободно, как это называлось? Солидарность. Солидарность, спросите. Туда давала деньги, и из тех же техников рабочих формировала свои кадры и создала так называемые процессы горняков, которые сегодня существуют. И обслуживает те правительства и тех лидеров буржуазных, которые по переменам были у власти и сейчас у власти. Поэтому, если мы говорим о советах, то советы – это форма действительно, и содержание может меняться. Меняться в зависимости от большевистских советы. Это советы, которые поддерживают интересы, прямые интересы и текущие интересы злободневной рабочей класса. Эсеровско-меньшевистские советы, то есть форма должна сочетаться правильно с содержанием. Я не слыхала, вы это, видимо, считаете Альфа и Омегой, об этом мне говорили, но о том, что нужна была большевизация Совета, чтобы они стали орудием борьбы и органами советской власти. И только в таком качестве имели они могут быть органами пролетарской формы, диктатуры пролетариата. И второе, это первое, значит, вот этот момент. Соотношение партии и рабочих организаций. Вы знаете, вот как-то где-то начальность 90-х годов, уже после контрреволюции, мне пришлось встречаться с товарищем, очень интересным, из Хлонга. Была, кстати, тут роль личности. Была прекрасна, она и есть партия, бельгийская рабочая партия. Тогда они, действительно, была боевая партия. У них был лидер очень интересный, Люда Мартинсов. Тут его статья есть, мы ее публикаем. И он был в 97-м году, когда мы здесь тоже праздновали. Помните, он наступал с трибуны. Интереснейшее. Он 6 лет провел Конго рядом с руководителем конголевских борцов за национальность. А сам он кто? Он учился в этом самом католическом университете. С ним учился будущий руководитель Конга, освобожденного. И они вместе там учились у лидерского капитала Маркса. Стали марксистами, стали коммунистами потом большинствами. Первый Люда Маркса запубликовал на английском языке работу Сталина. То есть проседнировал. О, Сталине называется. Другой взгляд на Сталина. Где разоблачал антисталинизм, как антикоммунизм. Его не стало недавно. И партия, вы знаете, тоже роличная. Казалось бы, мощная партия, боевая. Сейчас Мертон стал руководителем. Бывший вожак молодежи. Профсоюзный деятель. Но он ходит к королю, начинает кофе пить и рассказывает, как они участвуют в выборах. И партия оказалась в этом слове без языка и без волна. Так вот я вас спрашиваю, что случилось с нашей партией, если мы говорим Хрущев, потом Горбачев и Мерек называем. А где 19 миллионов будет? А может, нам надо посмотреть на социальную структуру рабочего класса, как она менялась за годы гражданской войны, после гражданской войны. Ее социальные истоки какие были? Не давалее, я говорю, что рабочий пролетарий, настоящий, носитель стихийного пролетарского сознания, который помогает, или он сам в коллективе приходит в сознание, с их реальными интересами. Это который вывалился в котле. В обреченном заводском коллективе, 80 лет у него. То есть, короче, это не так, и сегодня у нас на Киеве, и там где 2-3 завода сохранилось, рабочие там на днях, приходящие из деревень, на пару часов уезжающие туда опять. Ну туда вообще сейчас на заводы не попасть, у нас практически завода нет людей. Попробуйте туда прийти даже с листовки. Но дело не в этом. Даже у вас на тех заводах. Состав рабочего класса какой? Рабочий класс какой выходит из капитализма? Мировоззрение правящего класса является мировоззрением рабочего класса в умном. Значит, преодолеть это мелкобуржуазм. Рабочий един, когда выступает за против коктал, но когда они делят свои рабочие места, они враги друг другу. Тоже помните, это так, когда он выходит из капитализма. Мы сейчас в капитализме. Вот вопрос о том, как работать с длиннейшим рабочим классом. Кто такой? Система аутсорсинг. Как она меняет положение рабочего человека? А нынешние теории всякие. Критика класса, что вы профессионалы. Так называемый прихориат. 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 Вы поняли, о чем? Новая мода. Рабочего класса не будет. Технический прогресс. Или там полузабит и так далее. Я заканчиваю. То есть, как вот эти. Противостоять всем. Мое глубокое убеждение, что рабочий класс всегда будет. Другое дело, какой он будет? Материальное производство. Это же слово. Историческое материализм и директическое. Был, если будет всегда. Доля труда физического и устного сочетания. Сам физический труд будет иным, творческим. Но он всегда... Вот у меня... А, не у меня. Вы, наверное, знаете, был только Миничевич. Не знаю, как я его фамилию. Югославский замечательный коммунист, который в свое время... Его послали, когда Тида предал. Его югославские коммунисты послали в Салину сказать, что там происходит. Он добрался. Добрался, но... Сначала его задержали, когда он перешел в Карпаты, в Пешок. И потом он остался, значит, было все сказано. А потом десятки лет работал в Дуболе. Он сам окончал нашу лицо в Институте в Нежуковске и так далее. Так вот, что он говорил? Мы, говорит, по частям учили, чтобы стать коммунистами, будучи на передовой с фашизмом. Учили по кусочкам... Несли партизанам по кусочкам главы из краткого курса. Мы сейчас смотрим с высока на подобные работы. Понимаете? Примитивно нам... Многие говорят, нам нет философских широких рассуждений и так далее. А вы знаете, вернуться к краткому курсу тоже помешал для пропаганды, для листовки и так далее. И не только. И ленинские, и лозунги пролетарские и так далее. Так вот, все-таки к вопросу о изменении структуры рабочего класса, мне кажется, для наших ученых крайне важен. Потому что, если это вчерашний христианин, единоличник или фермер, и он временно там работает, у него иное сознание. А партия как после индустриализации менялась? В основном-то хлынула после индустриации. В значительной мере молодая партия рабочего класса со всеми предрассудками мелкобургазма. Может, поэтому и порождались такие хрущевы, которые выражали массовость. В общем, хорошего вопроса много. Ответов будем искать. А главное, надо бороться. И последнее, что-то молодое еще относительно Маркска, и еще тренируется. Помните? Революция френируется, в общем, только будет насильственная. Буржуазия так не упадет капиталитом. Ее надо уронить. А для этого что надо? Вооружаться. Для этого надо идти на заводы. Мы должны командировать наших молодых товарищей. Не только ставить проходные. Рабочие поверят в коллектив, только когда среди них, как Сталин, и другие рабочие, трудные, работали в рабочем коллективе какое-то время. Помните, где первый коллективный договор России был заключен с САССР? Кому-то надо напомнить. Когда Сталина послали в центр на Батунские приезды, простите, в нефтяные промыслы, будучи там работая, там с рабочим вместе, он создал первый, первое из вас слов, кого было победоносцы, создали коллективный договор. Вот когда мы среди рабочих, внутри рабочего класса, не только проходной, я не отрицаю значение проходной газеты, только тогда будет доверие. То же самое с Донбассом. Вот когда мы поможем Донбассу, народу, сражаться, наши молодые особенности. Понимаете, очень нужно. Не только сочувствие, нужно участие. Надо быть не только единомышленниками, но и единодействием. Как мы на Украине, в Донбассе, в Донбассе борющимся, относиться к России, к нынешней России? Я знаю, что и в РПП, в РПП, в рабочей Российской партии, и в РПП, и с руководством, идеологами, есть у нас, у нас, в Украине, с вами, это большие движения, разногласия. Ну, например, мы исходим из положения Маркса, Энгельса, и Ленина, что чистой эволюции не бывает, социалистической. Особенно в современных условиях, когда вытянут весь мир в орбиту, потрясений, и восток, и так далее, равные уровни. Поэтому там народные революции, и революции национально-освободительные, и революции даже национальные, даже у Ленина есть, помню, что может быть, в центре Европы, империалистическая страна маленькая, подверждаться оккупации, агрессии, страны более крупного хищника, и защита суверенитета будет справедливой, а война – справедливой. Вот кто-то на конференции говорил, что справедливая, прошедшая в апреле, ну, простите, на августе, кто-то из выступающих, что справедливая борьба – это только понятие справедливой борьбы, это только тогда, когда рабочий класс такой класс. И, конечно, это идеал. Но в Ленинске понятие о справедливой борьбе, справедливой борьбе, пять, помните, представления есть о формах борьбы, это можно назвать справедливой. В частности, Какая война на Донбассе там идет? Она война, хотя говорят, это операция АТО или сепаратистов. Вот многие говорят так, что там, кстати, даже боевая партия греческих коммунистов в неполной мере разделяет нашу позицию, что там борьба идет разных интересов. И империалистическая схватка, в том числе, где Россия капиталистически участвует за свои интересы. И борьба трудящих, да, и национальной буржуизии украинской стахи можно заработать свою долю Ахмеда, и другие хотят там укорениться, и за них даже посылают гуманитарную помощь и так далее. И многие фабрики и шахты так или иначе платили еще Ахмеда, а Ахмеда платил бюджет украинского вообще. И борьба трудящихся масс совершенно за дуги, за свои трудовые интересы они не оформлены до конца. Они во многом верят, что все решится с помощью путинской России. Но мы вместе с тем, да, и нас радует, что вы, у меня сейчас представительная позиция. Потому что помощь России, путинской, надо использовать. Надо давить на путинское руководство, чтобы оно больше помогало и выполняло свои обещания, пусть они половинчики, но пусть они все-таки в своих интересах защиты своего собственного, самосохранения, они прекрасно понимают, что и ждет, если, как Ливий, там, скажем, Суда Хаддафика, кое-кто из них получит. Вот этот момент надо использовать, их межэмпиритические противоречия. И используя этот момент, всячески способствовать закреплению борьбы трудящихся, которые должны также работать не только за интересы России и в русский мир уходить, а бороться за свои собственные. Против своей божезли, не российской божезли, тогда, когда они сумеют решить вопрос главной борьбы с фашизмом. Если у меня поддержатся, там морально большая поддержка, это серьезные разногласия. Если у нас молодые товарищи, даже руководство цепарствует, то вот так-то с хавки империалистов. Поэтому мне что-то туда вмешиваться, это первое. Второе, вы потом можете выскажите эти вопросы. Еще один момент. Насчет России, нашей дорогой, главной республики Советского Союза, я тут росла, училась, это сама поражение в Киеве. Вообще, правда, Советский Союз, это слово. От водосока, от Камчатки, до Грибалтики, до Украины, и так далее. Ну и главное, конечно, сердце мое, Москва, наша великая столица. И Гитгра теперь будет. Так вот, что я вам хочу сказать. Вот слушайте, пожалуйста, что в России сейчас, какая власть. Вот я знаю, что товарищи из рабочей партии российской, некоторые считают, что в России нет империализма. Мне кажется, забывают главное, что такое империализм, как стадия последних. Это, прежде всего, главный признак, это господство монополии. Некоторые говорят, нет банков, банки, чтобы больше конторы, там, менялые и так далее. Да, банки выполняют функции, которые им было. Они всегда были и менялыми, они всегда были расходящие камеры, все время надо говорить о том, что функция паразитизма российского капитализма, банкового. Но монополии господствуют, причем, получив наследство советской крупной промышленности, они крупные монополии. Монополии, может, это и госпонополистический капитализм, не знаю, как это я. Но мне кажется, для России больше подходит банапартизм, вот когда вот такие серьезные противоречия, внутренние вещи. То, помните, Макс, я сейчас заканчиваю, Макс, есть такое положение, что когда дела плохо в Буржуазии, они во многом, или ужас без сонца, никакой из ужасов, слояются за банапартизмом и тянут за собой массы. Сильная рука нужна. В этом плане Россия клубок противоречий. А теперь, два сложных информации в журнале. Дорогие товарищи, мы нуждаемся, я заканчиваю. Мы нуждаемся в вашей помощи как авторам и как потребителям этой продукции. Нас никто не финансирует, не в этом дело. Мы издаем сейчас в России первый раз, издали все мини. Значит, мы готовим к международной встрече, где будет преобладать не коммунистическая, но по названию коммунистическая партия. 19-я встреча международная, которая под эгидой КПРФ пройдет, так положено. Я думаю, чтобы мы смогли, я бы готовлю, взять журнал уже из многого материала. От вас как можно больше материала и помощь в распространении. Значит, пожалуйста, мы дадим адрес, по которому присылают, по интернету, потому что подпочек еще нельзя. И просто вас активно принять участие в подготовке журнала к ноябрю месяцу. Для этого года. Спасибо большое. Продолжение следует...